Хорошо. Пожалуйста, присаживайтесь. Я думаю, что сегодня было информации очень-очень много. Вы выдерживаете еще, да? Хорошо. Вы можете приготовить ваши вопросы. Я постараюсь только по теме, пожалуйста. Хорошо, потому что вопросов я знаю много, но по теме, которые мы проходили. Если у вас будут вопросы, мы постараемся еще немножко ответить позже. Хорошо. Мы прошли, и давайте мы закончим чечение третьей главы. Мудрый или разумен кто из вас, 13 стих, 3 глава, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце опять та же мысль, он продолжает, как бы, вот то, что я говорил, имейте горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость нисходящая. Нисходящая, это, знаешь, сверху вниз, свыше. То есть не мудрость, пришедшая сверху, или с небес, как мы говорим. Но земная, душевная, даже бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше. Заметьте, здесь он говорит о качествах сердца. Мудрость это не... Ну как, мудрый и грамотный это разные вещи. Даже ученый. Ученый это человек, выучив чужую мудрость. Знающий, да, вот такое слово, знающий. А мудрость, это немножко другая сторона. Мудрость по Соломону, это количество знаний и способность их употребить в опыте. А мудрость по Новому Завету, это прежде всего сущность человека. Преображенный Божьей благодатью. Потому он говорит, мудрость, сходящая свыше, сходящая свыше, или от Бога. Во-первых, она чиста, мирна или миролюбива. Скромна, она не выпячивает, не горда. Послушивая, умеющая стоять под авторитетом. Полна милосердия. Кстати, слово милосердие, очень интересное слово. Это полнота материнских, даже утробных чувств. Это как изливающие женщины, которые рождают отношение к детям. Такое что-то просто покрывающее милосердием. Так и у Бога. И добрых плодов. Беспристрастно. И нелицемерно. И особенно 18 стих. Плод же правды или праведности, так точнее, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Хотим ли мы сеять плод праведности, святости, миролюбия? Он говорит, храните мир в своем сердце. Потому что человек все-таки обиженный, все-таки обижает чаще всего. Человек, который внутри война, он не может нести мир. Он не может просто нести мир. Он все дает по роду своему. Потом он говорит, тот плод правды, в том числе через уста. Это он как бы продолжает эту мысль. Сеется у тех, которые хранят мир. В данном случае в сердце мир. Хорошо. И мы кратко прошли. И дальше он говорит, откуда вас вражды распри? Красс возвращается к тому, что мы говорили. И он говорит, отсюда, от ваших вожделений. Позже он говорит о отношениях с миром. Я даже пропущу немножко. Он говорит дальше о... Я пропущу, давайте, 13 стих. Мы все равно все не пройдем, я только некоторые мысли. Он говорит теперь о гордости в бизнесе или планах. Давайте 13 стихи ниже. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город. И проживем один год. И будем торговать и получать прибыль. Скажите, что плохо в этих словах? Что плохо в этих словах? Да, мы планируем поехать в такой-то, вложить в бизнес, учиться, потом работать. Это дать нам прибыль. Что плохо в этих словах? Потому что он дальше говорит очень строго к этим людям. Повторю, что плохо в этих словах? Кстати, мы примерно тоже говорим друг перед другом, планируя будущее или нет? Да? Но он говорит дальше, смотрите. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пара является на малое время, а потом исчезающая. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое тщеславие и зло. И вот как раз к этому есть этот текст. Кто разумеет дело, добро и не делает. Тому грех, который мы цитируем. Это к этому сказано. Потому что там начинаются, какие слова? Помните? Итак, подведение итога. Чему? Как раз подведение итога отношения к планированию и будущему. Что плохо в этих словах планирования? Вот согласно этого текста. Он говорит очень строго. Вы гордитесь? Вы тщеславитесь? Где граница между нормальным планированием и гордой надменностью? Думая о будущем. Где? Мы смелеем. И всякая такая гордость есть грех. А кто понимает делать добро и не делает, в данном случае, к вышесказанному, тому грех. Видите? Скажите слово, планировать это хорошо. Это правильно. Это хорошо. И планировать, и это. Но самое главное, когда в этих планах есть уверенность, самоуверенность и отсутствие Божьего влияния или сотрудничества, в этом является зло. Повторите еще раз эту фразу, согласно этого текста. Планировать это хорошо. Правильно, нужно планировать. Но если в этих планах есть самоуверенность, я буду, у меня получится, обязательно выйдет, я поеду, я скажу, я сделаю. Здесь отсутствует простая элементарная скромность или зависимость от Бога. Он говорит, что вы даже не знаете, что случится с вами сегодня же. Как вы можете быть уверены, что будете точно делать это завтра? Как раз эта уверенность есть зло. Или самоуверенность есть зло. И второе. Это отсутствие полностью сотрудничества с Богом и надежды на Него. Если Богу будешь то угодно. Это не просто слова и не просто формулы, а образ мышления, образ жизни нашей. То есть это принцип жизни. Это не отменяет планирование. Но что является основанием нашей уверенности, это должен быть Бог. Скажите аминь. Это правда. Мы говорим, Боже, должны ли мы планировать? Да. Можем ли мы говорить свои планы перед Богом? Да. Можем ли просить благословения? Должны. Но давайте проще скажу. Но также и должны сказать, Господи, если будет на то Твоя воля. И если Ты, Боже, поведешь так, мы хотим это сделать. А впрочем, да будет воля Твоя. Вот это. Здесь он против самоуверенности в области любого плана, особенно бизнеса. Потому что большая часть Бог может попускать нам проваливаться в наших не планах, а самоуверенности. Потом он говорит, не говорите так. Не говорите так надменно. Не говорите так смело. Не говорите так, опираясь, что я сделаю независимо от ничего. Потому что есть вещи, которые нам не подвластны. Нам не подконтрольны. Да и наша жизнь, в принципе, нам не подконтрольна. Потому, учитывая это, мы говорим, Боже, мы планируем, мы хотим, мы желаем. Я открыто говорю свои желания перед Тобою, но понимаю, что от меня не так много зависит. Это первое. Помоги мне. И второе. Я не уверен, что я спланировал все правильно. Поэтому я говорю свои желания. А впрочем, Господи, пускай в конечном итоге выполнится Твоя воля. И я ее приму, даже если она будет противоречить моим желаниям. Аминь. Это, скорее всего, не формула, не слова, поймите правильно. А, скорее всего, образ мышления. Это позиция жизни. И об этом апостол Яков говорит очень практически, когда мы это планируем. И если мы это понимаем, это делать правильно и не делаем, тому грех. Дальше он говорит о богатых людях. Я даже немножко пропущу. Я думаю, очень простое слово, я думаю, что вы можете посмотреть. Он говорит о последнем времени, долготерпении. Он говорит об отношении 12 глава к клятве, что не клонитесь ни неба, ни землею. Это о запрещении клятвы. И, наконец-то, он говорит о, скорее всего, служении служителей для людей. Я на этом обращу немножко внимания и отвечу на ваши вопросы. 13 стихи ниже. Злостражит ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли? Пусть поет псалмы. Болен кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви. И пусть помолится над ним, помазавший ее елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит, или восставит, восстановит его Господь. И интересно, и если он соделал грехи, что еще? Есть уникальные три благословения этого служения, пресвятеров людям, которые болеют. И для этого нужна особая и подготовка, и мы можем ожидать Божьих благословений. Давайте начнем с конца. Три вещи, которые есть результат. Первое. Прощение грехов. Второе. Восстановление. Я так верю и души, и тела. И третье. Исцеление. Я повторю три вещи, которые говорится в данном случае о служении пресвятеров для больных людей. Я повторю. Прощение, восстановление и исцеление. Это очень важный момент. Чаще всего мы, служители, обращаем внимание только на исцеление. Но я бы обратил внимание на первых два вопроса намного больше. Это душевное, духовное восстановление, прощение и исцеление тела. Какая должна быть подготовка к этому? Во-первых, мы должны уважать и почитать в приглашении пресвятеров. Мы не просто приглашаем для ритуала. Мы приглашаем священнослужителей для священодействия. Повторите эту фразу еще раз. Мы приглашаем кого? Священнослужителей для священодействия. Это не просто там пришел Ваня, Петя и так дальше. Это просто Ваня, Петя, но мы приглашаем его сейчас как священнослужителя. Это очень важная внутренняя позиция как священнослужителя, так и человека, который приглашает. Ну, приди там, помолись за меня, что такое, знаешь. Это не так. Мы приглашаем священнослужителя. Для чего его? Для священодействия. Это очень важный момент. Потом написано призови пресвятеров церкви. Второй очень важный момент. Написано признавайтесь друг при друга в проступках и молитесь друг до друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведника. Я говорю такую фразу. Важно убрать все барьеры для Божьей благодати. Повторю еще раз. Если это грех, если это конфликт, если какие-то недоразумения, они должны быть открыты, исповеданы. Открыты. Слово исповедать – это назвать своим именем. Назвать своим именем, говоря открыто. Человек должен убрать все барьеры. Прежде всего, пред Богом и окружающими. Назвавши проблемы своим именем, сказавши открыто перед священнослужителями. Третья область – это молитва веры. Третья – молитва веры. Молитва веры – я так верю, как священнослужителя, так и человека, который нуждается. И последнее, которое говорится здесь, это еле или помазание, или помазание елеем. Это как одно из форм передачи Божьего благословения. Итак, давайте вернемся к этому акту священодействия, который мы делаем в нашей церкви. Возможно, нужно быть более активным, более смелым, как священнослужителям, так и людям, которые нуждаются. Давайте запомним, что нужно со стороны людей, если вы больны и хотите позвать, пригласить. Что нужно? Мы говорили четыре вещи. Какие? Скажите слово «почтение». Еще раз. Такое слово как будто ругательное. Нет, нет, это библейское слово. Скажите смелее, что? Почтение. Не просто приглашаете. У вас должно в сердце быть обязательно почтение. Почему оно важно? Поймите, что в духовной сфере, кем вы называете человека, тем для вас во многом он является. Если пригласили Петьку, но прошу прощения за это, он по всей вероятности в духовном мире эту позицию будет видеть. Но если приглашаете апостола Петра, понимаете, да, я говорю, или пастора, священнослужителя, который вы стоите перед авторитетом, вы приглашаете прежде всего пощения. Библия об этом ясно говорит. Это важный элемент. Вот, пожалуйста, запомните. Я приведу это на примере. Что, знаешь, есть однажды написано о Христе, что он не мог. Не потому что не хотел, а хотел и не мог. Да, не мог отпустить голодных, потому что он жалел их. А написано в одном месте, он не мог исцелить. Или не мог проявить много чудес. Там написано по неверию. А как выразилось это неверие? Да кто он такой? Он же, он же, он же, он же сын плотника. И мама, и братья среди них. По-другому, гробу говоря, вот так он выглядели. Кем он себя ставит? Он пришел как пророк. Он пришел как мессия, тем более. Он же сказал, ныне исполнилось это. Он же плотник. Поэтому давайте скажу попроще. Если вы приглашаете просто плотника, внутреннее, без пощения, даже Иисус не мог. Но если вы приглашаете помазанника, чаще всего, именно когда воспринимали так Иисуса, как помазанника, почти всегда исцелялись все. Я хочу на это обратить особое внимание. Приглашайтесь с глубоким внутренним пощением. Запомните, однажды Иисус не мог. Потому что говорили, кем ты себя делаешь? Или кем тебе ставишь? Они не верили в Его божественность и мессианское посланничество. Вот это не верили. Поэтому для них, для них, для них эта позиция, помазание, эта сила не проявлялась. Грубо говоря, их презрение ограничило божественное проявление в жизни Христа. Я бы это запомнил. Я думаю, что многие люди не воспользовались благословением, которое Бог дал в церкви, в семье, и лишь потому, что потеряли вот это слово «почтение». Почтение открывает много благословений, в том числе и благословения дарований и помазаний, которые Бог дал для церкви. Давайте попроще скажу. Когда приходишь в церковь, это я выдам маленькую тайну, я редко это говорю, но скажу. Во многом, во многом, не во всем, но во многом, даже знаю, как будет благословена моя проповедь. Не во всем, но во многом. Знаете почему? Кем меня встречают? Если принимают пророка как пророка, они получают награду и помазание, действие, дару пророка. Давайте так перефразирую. А если принимают, ну скажем, как певца забавного, то и получат. Я не говорю, что во всем, но во многом, поверьте, я сейчас говорю от сердца, во многом я знаю, насколько будет действовать во мне дар. От многих вещей зависит, но во многом, во многом, очень во многом, зависит от того, кем, ну я говорю сейчас о себе, меня принимают. Как на персональном уровне, так и на церковном. Мы не должны возносить людей до небес. Это тоже плохо. Не подставляйте их. Но признавать их тем, кем поставил Бог, это крайняя необходимость, условие для проявления их даров и помазаний. И я однозначный в этом. Даже на персональном уровне, когда консультируешь человека, конечно, зависит от Бога. Практически все зависит от Него. Но есть многие вещи, которые зависят от нас. И то, что зависит от нас, одна из вещей. Если вы приглашаете пресвертеров в церкви, попросите Бога такое внутреннее состояние, принять их, как помазанников, чтобы они помазавшие работало. А то сколько не маш, а если вы воспринимаете их как пети, сколько они не маш, оно не работает. Потому что вы не восприняли, как помазани, помазанников. Поэтому и помазанием не работает. Я опять же говорю, это не значит, что они безгрешны или совершенны. Сейчас не об этом. Но мы говорим, они помазанники. Это главное, одно из главных условий, чтобы помазание работало. Второе мы говорили, помните, это убрать все барьеры. Скажите это слово, что убрать? Чтобы это благословение, оно пришло. Каким образом? Говорит, назовите все своими именами. Назовите открыто. Исповедуйте. Третье мы говорили, это молитва веры. Как со стороны священнослужителей, так со стороны человека, который нуждается. В конечном итоге, молитва веры исцеляет болящего. И, конечно, четвертое, в данном случае, апостол Иаков советует такой акт, ну, как бы, скажем, прикосновение веры, что ли. Я не знаю, как это сказать. Это меропомазание. Некоторые верят, что большую часть, если священнослужитель возложит руки, допустим, прикоснется. Некоторые даже верят, просто говорят, скажи слово. Есть такой человек, да? Приди, не надо даже приходить ко мне. На расстоянии скажи слово, и будь все здорово. Это, в том числе, есть и такое, такой момент, такое благословение, такая привилегия для членов церкви, это попросить священнослужителей, помазанников, чтобы они помазали. Ну, просите, я повторю еще раз. Если для вас они не помазанники, мало что сделает елей. Потом мы говорили последним, какой будет результат такого действия, по крайней мере, говорит апостол Яков, три результата. Это прощение, это не еле помазание дает прощение, а покаяние и молитвоверы, восстановление душевное, духовное и исцеление физическое. Это три результата, удивительные результата, которые Бог, Библия говорит в послании Якова, что она работает при таком благословении, как еле помазание. Хорошо, мы все равно не пройдем все, я думаю, что мы сегодня достаточно много Бог благословил и пришли. Вы рады, что сегодня был вечер, день у нас, да? Мы в конце воздадим Богу славу. А сейчас, как я обещал, давайте мы сделаем несколько вопросов, ответов, если у вас есть, вы можете задать. Здесь брат Константин спрашивал, я не буду все зачитывать, но мысль его такая. Мы говорим, что мы читали из послания Якова, что с одного источника не сливается горькая и сладкая вода. Из тех же уст не высходит благословение проклятия. И он спрашивает, но иногда Бог проклинал. Проклята земля за тебя, сказал Бог, истреблю и так дальше. И в то же время Бог благословляет. Но вопрос такой, проклинать ли Бог? Так как в этом территории, я знаю, было долгие годы учения, что нужно проклинать и так дальше. Потом я решил на этот вопрос ответить. Отвечу сразу же. Бог никогда не называет грехом и тоже сам это делает. Бог не проклинал. Он констатировал факт, который уже сбылся через грехопадение человека. Вы улавливаете разницу? Он не сказал, я проклинаю землю. Но он сказал уже, давайте добавлю слово, проклята она, потому что ты упал. Из-за тебя. И хама тоже не проклинал. Ну, давайте скажем так. До того, как Бог сказал, что она проклята, она уже была проклята. Бог только сказал, что уже случилось. Вы улавливаете разницу? Потому есть, когда мы говорим с детьми, родители часто путают. Это то же самое. Иногда мы их предупреждаем, что будет разрешение. Скажите слово, предупреждать. Если говорим, сынок, ты так ведешь, смотри, будет плохо тебе, это предупреждение. Но если мы говорим, да будете плохо, и разрушение, это проклятие. Вы улавливаете разницу? Благословение и проклятие. Оно подразумевает слово, да будет. Потому есть предупреждение, есть проклятие. Это разные вещи. Должны ли мы предупреждать о последствиях греха? Обязательно. Но желать суда и проклятие, разрушение, это уже проклятие. Мы желаем созидания, даже врагам. Правда же? Это не успеха в злых делах, а мы им желаем добра, том, чего не нуждается. Потому Бог никого не проклинал. Но человек сам попал под проклятие через нарушение закона, Божьих законов. Второе. Слово проклятие, это находиться под судом. Или второе, это проклинать, это желать разрушения, зла. Потому когда Библия говорит, проклят ты, проклят в поле, помните, проклят, у нас 8 глава 2 законе, по-другому это выражение звучит так. Когда ты нарушаешь заповеди Божьи, ты находишься под Божьим судом, разрушающим тебя. Вот так в объемном переводе звучит этот текст. Повторю, ты попадаешь под Божий суд, нарушая законы, разрушающие тебя. Вот это значит слово проклятие или проклятые. Или наоборот, ты находишься под Божьим законами, дающие тебе созидание или благословение. Потом он написан благословение и проклятие, то есть созидание и разрушение. Суд и расположение Божье я предлагаю тебе ныне. Потому само слово проклинать имеет два главных значения. Это находиться под судом, который разрушает, или желать разрушения, это проклинать. Или низводить разрушения, это проклятие. Вот это нельзя делать. Запрещено, это грех. И Бог это не делал. Он просто говорил Каину, говорил Земле, вы находитесь под Божьим судом, разрушительным судом, и это будет вас разрушать. Бог концатировал факт, как Каину, так и Земле, и Адаму. А проклинать запрещено. Наша профессия христиан благословлять. Мы к этому призваны. Скажите, это профессия, такое слово. Я не знаю, как подробно сказать. Зачем? Призвание, да, наша профессия. Призвание благословлять. Неси благословение всем. Это не значит благословлять на злые дела, но желать добра. Зачем? Потому что мы призваны к этому, и второе, мы сами наследуем благословение, когда это делаем. Вот так я кратко ответил на этот вопрос. Еще какие-то вопросы есть? Зло страждает. Да. Здесь слово это страдает очень болезненно, очень больно. Зло страждает, это вот примерно то же самое, как с Иоом было. Это глубокие страдания, такие тяжелые страдания, болезненные страдания телом или душой. И там противоположно, видите? А если весел, весел, если на сердце хорошо, в душе, пожалуйста, тогда пой псалмы. Это очень болезненно страдать, вот так скажем. Есть еще кратерия? Самого меньшего уже 24. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый из них в свое время приходил, просил, чтобы я поговорил с ним, уделил время, помолился и благословил. Что я делал, я видел, что сбывается. У меня вопрос, имею ли я право, не будучи рукоположенным, пользоваться елеем помазания? И какая разница в этом? мое мнение, мое мнение, помазание, 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 елеем. но, грубо говоря, дома, конечно же, это нет, это право церкви. Потому, есть вещи священодействия, где совершается священнослужителями. Я знаю, в своем служении я очень четко это различал, эти вещи. Например, если я на совещаниях выступал как учитель, хотя то и другое, я обязательно подчинялся священству. Это был закон. И я не разрешал себе давать право перешагивать границы священства. Но когда я выступал как священнослужитель и как пресвитер, конечно, с очень большой осторожностью, но все-таки исполнял эту роль, эту позицию. Поэтому, приходя как учитель в церковь, я полностью, полностью подчинен священнослужителям. Скажу так, если я задержал на пять минут, я считаю это преступлением. Практически всегда извинялся. Если служитель сказал нет, я не переступал этой границе. У меня вопрос. Тут вот эта вот первая глава, девятый стих, десятый, там где «да хвалится брат, униженный высотою своей». Да. То немного вызывает такое смущение. То есть это образное выражение или на самом деле это нужно хвалиться? И если да, то как это делать? Помните, мы говорили само слово хвалиться? Здесь объяснение слова хвалиться. Хвалиться – это считает достоинством, считает себя как бы привилегией того, что он это имеет. Это не значит прийти хвастаться микрофоном другим. Сейчас не об этом. А считать внутренней привилегией. Что когда он унижение, он имеет возможность. Помните, я приводил пример и с Давида, и с тем. Вот я объяснял эти вещи. Что он имеет привилегию, возможность получить то, что есть в унижении. это глубокое внутреннее изменение к высотам. Это не значит, что приходить хвастаться. Помните, я разделял? Нет, нет, нет. Это не приходить и рассказывать другим людям. Конечно, если мы Господом хвалимся, почему бы мы не сказать об этом? Но это не значит прийти… Потому что я говорил, если хвалиться, это считать особой привилегией, особым достоинством, особой ценностью, которую я могу это им иметь. Вот это состояние, да. Спасибо. Да. Хвалимся скорбями. Это не значит, что я в скорби и трубить трубой. Это не так. Это наше представление. Это хвастовство, скорее всего. А хвалиться, это, наверное, скорее всего внутреннее благодарное состояние сердца за то, что мы имеем особую милость. И иногда, возможно, и нужно сказать, но это так, наверное, внутреннее глубокое благодарное сердце за особую привилегию и милость, которую я могу в этом иметь. Вот так, наверное, объяснить это слово, да. У меня вопрос. Нужно ли, вот вы говорили о служителях, что их называют там Петька, Васька, если их так называют, то нужно как-то особенно вести служителям себя, чтобы их уважали или как, вот этот вопрос. ради немощных, может быть, знаете, вот... Знаете, есть такие две тенденции. Когда я говорю о почтении, это очень вызывает болезненный резонанс. Есть позиция, давайте я возьму две крайние позиции, а если они где-то посрединке, хорошо? Одна позиция такая, что я должен почитать, уважать те, которые Бог поставил надо мною, независимо от их положения, не то, что положения, от их поведения и их моральных качеств даже. Не важно, там, мужа, родителей, пастора и так дальше. То есть, это моя ответственность перед ними. Вторая крайняя позиция, особенно современная, я дам ему уважение, если он это заслужит. По моему мнению. Вот если муж будет соответственно, ну, вот такому высокому категории, качествам, которые я так думаю, я обязательно буду зауважаю его, такое слово. А если никогда не дотянется? Да и вторая сторона, вы же знаете, мы сейчас очень капризны и ставим такие высокие цели и стандарты для человека, что, наверное, никто не пройдет. Я немножко сюмору, но скажу такую часть. Как-то на одном совещании хотели избрать деканису, сестру. И сидят братья, говорят, ну, какая должна быть деканис? Вот такая, и вот такая, и вот такая, и вот такая. Ну, наверное, минут 30-40 говорили, какая она должна быть. Один мудрый брат сидел, 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 слушал, слушал. Все правильно мне говорили, все правильно, все правильно. Он говорит, а существует такая в природе? Так вот, чаще всего сейчас вот такая позиция людей. Они правильно, все будет правильно. Вот муж должен быть вот таким, пастор должен быть таким. Все правильно, эти стандарты. Но иногда спрашивают, думаешь, а возможно ли это в реальности? И вот когда он будет соответствовать моим стандартам, которые я определил для него, тогда я ему и отвешу уважение. Я скажу, это две грани одного целого. Мое мнение такое, что если мы где-то посрединке, две вместе, служитель действительно и отец, мать, дети и все остальное должны соответствовать тому, что учить Писание. Но если и не так, я, стоящий под авторитетом, должен дать ему уважение независимо от его качеств и способностей. Повторю, независимо, я подчиненный под его авторитетом. Да, как Давид Саула, он всегда его считал помазанником, хотя большинство думали, что он безумец. И это правда, он действительно поступал безумно. Поэтому, если вы ждете, что служитель, неважно, кто стоит над нами, пройдет по нашим контегориям, и тогда он дадим уважение, по всей вероятности мы никогда этого не дождемся. потом мы должны давать уважение независимо, повторю еще раз, независимо от того, его качества и способностей. Конечно, идеальный вариант, если есть то и другое. Я готов дать, а он достойный уважения. Это идеальный вариант. Но мы несовершенные. Поэтому, я как раз и сказал в этом отношении именно вот так. Особенно даже в области, если сегодня... Заметьте, ну, скажите, кто сегодня есть, насколько, насколько упало сегодня вот почтение в людей. Я в воскресенье буду говорить на эту тему тоже. Вот это будет одна из главных моих мыслей воскресной. Как сопротивляться движению времени. Одно из них как раз поражение в области почтения. Это как заразная болезнь. Сегодня поразило практически всех. Это поражение в области почтения. Я считаю, что это один из самых распространенных сегодня пороков вообще на планете Земля. Поэтому, братья и сестры, боритесь с этим внутренним презрением и непощением. Сегодня это всеобщая заразная болезнь. Если не бороться с ней, проще скажу, мы смертельно заразимся и умрем. я здесь однозначный. Это одна из самых распространенных пороков. Скажите, где сегодня есть лидеры, которые почитают правительство, где угодно? Посмотрите, говорят друг о друге, что в соцсетях пишут. Как начальник, так и негодяй. Понимаете такие вещи? Иногда говорят, если пастор был таким, но я иногда задаю такой вопрос, если бы дети выбирали родителей, выбрали ли они на нас? Особенно повзрослевшие. И дали им право выбора. Возможно, у кого-то кто-то был бы отцом ста детей, а большинство были бездетными. Хорошо. Я думаю, что вы поняли меня. Если бы дети выбирали. А родители же не выбирают, понимаете? Я думаю, что я ответил на ваши вопросы. Я очень рад был служить. Очень рад этому времени. На выходе еще осталось несколько копий вот такого календаря. Он не связан годом. Это я написал каждую фразу, секретарь собрала, на каждый день. Он полгода в одну сторону, полгода в другую сторону. Мы специально сделали как подарочный вариант. Эту часть мы делали вручную. Так что это будет, наверное, хороший подарок вам к Рождественному году, кто готовится. Кажется, пять или шесть комплектов у меня еще осталось. Все, что вы можете посмотреть, вы можете посмотреть. Спасибо, братья, за приглашение. Я был рад служить вам. Поверьте от души. Что было доброго, мы воздадим Богу славу. Он достойный день славы. А что было не совсем удоброзумительно, оставьте это мне. Ну, прощайте, пожалуйста, пока я выйду. Хорошо? Хорошо. Я хотел быть от души, я хотел быть искренним, я хотел быть открытым, я хотел быть очень честным. Я хотел служить вам. И поверьте, от души. Я хотел просто воздать Богу славу. Он один достоин славы. Субтитры создавал DimaTorzok